А так вы вообще и не рады макияжи делать, да? Прям моргаются, как мука. Ой, с сухой палкой. Господи, опять внутрь не будем. Не хочу показаться грубой, но хочется уже закончить работу. И мне очень. Так, ребят, всем пламенный привет. Я сейчас подъехала к салону и на самом деле планировала прямо возле него снимать вступление, но там стоят сотрудники, походу дело курят. Подъехала на машине, хотя за водителем сижу, я уже смотрю, что вот так вот, как будто бы меня заприметили. И между нами метров 30 они все уже там повыглядывали. Поэтому я пока сделаю вид, что я типа оплачиваю водителю, а на самом деле запишу вступление. В общем, что интересного, что у нас будет макияж в мытищах, это за МКАДом, за 4 тысячи у стилиста. Представляете, просто комбо. Ну, я надеюсь, что все будет красивенько, потому что за эти деньги 4 тысячи вполне должны сделать нормальный, симпатичный, украшающий макияж. Здравствуйте. 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 Я на макияж. Как дела? Я вас ждет. Проходите. Да. Пожалуйста. Хотела вечерний. Есть такая возможность? Ну, если без приклеивания ресниц, то можно. А. Может, приснится, но в принципе, и вода. А покажете, какой он бы цвет, и найдем, может, макияж с этим цветом. Я могу вам всю палитру показать. Мне интересно вообще, что вы хотите. А я сейчас фотку найду. Так, первым делаем подложку, да, надо сделать. Для этого нам нужен такой синий карандашик. Он какой-то специальный для грима? Нет, это обычный косметический карандаш. Надо на весь глаз, да? Получается, наверное. Лежечка. Лежечка. А где такой карандаш можно купить? Ну, за помаду. Ну, когда мы по глазу распределяем, он такой немножко дымкой получается. Ну, пока, да, сверху же тени будут. Распределяем, как бы, да, немножко. А если пропустить вот этот этап, потому что карандашик не будет? Синий такой цвет берем из этой палеточки. Это мы сейчас форму, да, выстраиваем? Да, вот одна форма и другая форма. Такой золотистый карандашик. Он только в подложках не подпитывает, но этот карандаш, он свалит. А зачем нам коричневое? У нас там на референсе что-то с коричневым есть. Нет, он не в коричневом, это золотистый. Сейчас я купила оранжевый классно у него. То есть, это тоже подложка или уже оранжевый? Да, это уже оранжевый. Он такой бронзоватый, да? Он с бронзой, да. Красиво от такого выглядит? Это ж не окончательный еще. Ну, вообще, вот сочетание цветов нормально. Да, сочетание цветов хорошего. Просто дома там на фотке как будто чистый, ну вот оранжевый он чистенький. Но у меня нет такого чистого. Да, может, она была тогда заменить на каком бы чистый другой, ну, например, на розовый. У меня просто такое ощущение, что как бы с блеском или без, это вторично. А первично, что сам цвет. Вот и просто... Вам не нравится цвет. Ну, вот я не знаю, не выглядит он как какое-то гниение. Но ржавчина. Просто темный в углу глаза. Или нормально. Может быть, у меня в камере так со стороны. Ну, если вы одобряете, что он хорошо, то ок. Это вообще не окончательно. А, ну я поняла. То есть он пока не переживает, да? Нет, переживать не стоит. А что самое главное в макияже, как думаете? Вот как профессионал, если вы и к мюзиклам людей готовите такое? Готовила. Готовили. На мой взгляд, человеческое настроение. Настроение? Конечно. Это много зависит. Может быть, знаете, в конце сотрём, как думаете? Нет, я сейчас немножко уберу. Лишняя? Интенсивность. Получается, вот этот вот бронзовый у нас как подложка был. Да, он работает как подложка. Под розовый. Да. Что даёт? Интенсивность. То, что это розовое. Что такое бледное. Ну вот теперь смотрите, нравится вам? Мне кажется, тут был поинтереснее. Поинтереснее. Ну давайте вот на ваше усмотрение тогда. Что? Ну как-то сливается. Ну вот этот вообще какой-то бледный. Да? Да, да. А можем мицеллярку потом смыть водичкой или тоником? Тоником я закрою. То есть прям до нуля сотрём? Нет, нет, нет. Я оставлю. Только верхний розовый слой сотрём, а ставите в розовый. Мицелки они хороши тем, что они просто примагничивают лишним. Так, убираем, убираем, убираем потихонечку. Розовинку. Потому что она бледная. А получается вот эту, хотя мы подложку делали, но она сильно не спасает, да? От бледности. Нет, потому что те цени розовые, сильно пигментированные, они перекрывают. Так, сейчас заново будем бронзу наносить, да? Да. Получается? Сейчас чуть-чуть сюда просто. Поход не мог, чем не терять. Да, вроде. Так мы розовые стираем или какие? Или бронзовые? Бронзовый мы подтираем тоже, потому что туда наложился розовый тоже. А сверху, если бронзовый наносим, не перекроет он? Не перекроет, но надо частоту навести. Чтобы грязи как бы не нужно. А так вы вообще и не рады макияжи делать, да? Ну, я к ним спокойно отношусь. Спокойно? Ну, не против. Я не против, да, надо сделаю. Ну, поглядите, так комфортно. Ну, давайте уже на ваше усмотрение. Ну и персиковый тоже, да? Да, да. А это? Это я сейчас смешала. Бронзовый, да? Бронзовый, да. Внизу тенями подводим. Карандашом не лучше было бы? Карандаш потом будет. Это же на волковой. Дымку сделаем карандаш. Теперь такое коричневое тоже, да, какое-то? Сейчас мы синим-то немножечко границу здесь смешем. Это чтобы синий не обрывался, да, вот так вот? Да, да, да. Чтобы это было противенькое. Теперь стрелочку будем делать? Маленькую или подлиннее? Подлиннее чуть-чуть. Давайте. А как раз длинная стрелочка, она же глаз увеличивает, получается. Как бы, чтобы лисий был, да? Настолько длиннее или еще подлиннее? Еще сейчас. Получается даже два вида подводки. Для яркости. Так, теперь усилить надо стрелки. Да, чуть-чуть мы ее подтушуем. Усиливаем стрелочку. Тушуем, то есть мы ее как бы... Ну, чуть-чуть размываем, чтобы графичность убрать. Так глубже глазки смотрится интересно. Подводкой ли тенями? Да. Да что делаем? Зачищаем границу. Растушевываем как бы? Нет, мы именно зачищаем. То есть вытираем, стираем? Да, мы все лишнее стираем. И какая-то нужна огромная кисточка, да? Большая. Большая, чтобы она ее распылила немножечко. Теперь что у нас осталось? Сейчас мы консилером зачистим все гранички, сделаем чепкость. И будем рисовать рюши. Это пудрой? Нет, это румяна скульптор, да. Под глазами нам тоже это все сделать. Растушевку это, да. А насколько низко ее можно вести, чтобы красиво было? На все нижнее веко. Вот она граничка, вот по этой граничке. Прям не стесняться наносить на нижнее веко. Нижнее веко, ну, сантиметра, миллиметров пять. Миллиметров пять. Там отлично смотрится тушевка, да. Сейчас я коричневым немножечко углублю. В нижний или верхний угол? В нижний, в нижний. Тоже на полсантиметра? Да, буквально на чуть-чуть, для отлиния, чтобы уходила от нее дыночка. Она тогда глазки увеличивает. Все это очень сильно в глаз. Это тени, да? Это тени сыпятся туда? Да, прям моргаются, как мука. Давайте ее тяну, чтобы она не стеснялась. Так вы его отпустите, и он обратно завернется. А нет карандашика для этого места. Тени, они же не закрепляются там. Там же подножка есть. Как песок в глазу. Убрать? Не знаю, прям как песок моргается. То есть куча курбинов чувствуется. Ой, с сухой палкой? Ну, чуть-чуть я приберу, я не полезу в глаз. Я бы там здесь приберу. Излишки какие-то? Да. Ну, более-менее, да. Маски наверх сочусь. Тоже темный цвет, да? Да, темный цвет. Не смотрите. Карандашом. Господи, опять внутрь не будем. Нет, не стоит. Вот, я за чуть-чуть. Вон, смотрите, здесь еще. Вон, еще скупочку. Блин, просто смотрите, у карандаша у него вот эти вот кусочки дерева. Что он такой состоящий, как будто бы после затачивания из кусочков дерева. И вы когда ведете, вот эти вот кусочки, они у меня остаются на веке, в глазу. Так, что осталось? Ну, сейчас работаем консилером. Консилером вокруг глаз, да? Такой он у нас бежевый. Что за консилер? Ну, такой выбор отца и Японии, и России. Консилер флавера. Он как будто и вытирает еще, да, заодно? Он бастиком является. Ну, что, кисточка не так противная? Да, кисточка. Ну, она же влажная, она мягче касается, чем сухой диск. Он вообще как наждачка. Если под глазами, то до-сюда. Для бровей используем такую вот подводку. Цвет средне-коричневый. Форму повторяем брови? Чтобы красивые были, можно на референс ориентироваться. Красивые, главное, чтобы вам подходило к типажам. Может мне не подойти к чумовам? Они графичные, очень такие широкие. Да, у нее широкие, но они воздушные при этом. Ну, я не собираюсь свободные делать. Ага, да, ну в смысле из-за того, что они не как асфальт. То смотрятся они довольно легко, хоть и широкие. Но там они как бы из отдельных волосинок состоят. И это только кружево дает бровям, кружевную поверхность. У вещество как раз-таки вот этой помадки бровей, она дает эту воздушность, она никогда не дает плотность. При том, что вы ее практически ничем не сотрете, кроме как мацелярочка. Видите, какая дымка? Щеточка, ее немножко взъерошили брови. Да, немножко взъерошили. Чтобы они объемные были, да? Коллаборация золотого яблока и арт-визаж. Я думаю, что там еще есть продажи. Теперь лицо. Космачком приедем, да, мы все-таки сделаем. Доделаем глазки. Уже полтора часика прошло. Только нам ресницы накрасить осталось или еще что-то? И лицо. Но лицо это быстро. А то что ресницы будем красить? Пучки добавим? Добавим. Добавим. Так, такая тушь. Лаш фрик. Да. Они не просрочены? Нет, они не просрочены. Не просрочены. А там вроде можно посмотреть. Они обычно же это, типа, после вскрытия надо. Нет? Нет. После вскрытия хранить. А, вот 6 месяцев написано сзади. Ну, вот, просто для туши, вот с этой стороны, после вскрытия 6 месяцев. Я просто, если она подсохла уже, скорее всего. Ну, просто она интенсивно используется. Поэтому она не подсохла, она закончилась. На коленочке. У меня глаз в таком положении сложно вращается. Сначала красим, потом клеить будем. Да. Потому что мы, если приклеим и будем красить, мы просто их смахнем. И второй. Поэтому она быстро заканчивается, потому что на каждый глаз отдельный браш. Это у всех клиентов, да, такая щетка своя? Сейчас сможет слизистую попасть. Крадем глубину глазу, чтобы мы близко не прокрасим к чересничному крану. То глубина глаза крадется. Вы прям очень сильно его топыриваете вверх, как надо? Да. Ну, потому что, если кто-то не может смотреть вниз, то лучше поднимать глазки. Надо нам вот так вот прям красить, 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 если мы клеить будем потом? Я приклею только на кончике. А, на что у нас времени? Времени, да. А так тогда полтора часа уже пробежали. Это нижние, да, делаем? А для них уже щеточку свою не берете? Нет, потому что я на конце наношу. А в чем логика? Ну, здесь кисточка просто тоньше. Не доберусь. Она не попадает никуда. Ааа. Просто вы так прям подчеркнули, что только свои кисточки Слышка на каждый глаз своя, а потом бабах, и у своей родной. Да, я по кончикам так. Объясню, что здесь я приподнимаю веко и практически близко к слизистой. Здесь я веко оттянула и прошлась только по концам. А если по концам, думаете, ничего? Там по слизистой нет? Ну, есть, конечно. Мне проще косметику выполнить. В общем, щеточку купить? Нет, мой щеточку очень был. А есть такие, знаете, силиконовые, одноразовые для... Вот. Они так же выглядят, как вот эта родная. А на Бусти уже доступно несколько новых роликов. Например, макияж, цена за который выросла при оплате. Есть дополнительная сыворотка. Она у нас стоит 790... 690 рублей, извиняюсь. Это 690 рублей. Да. Одна пипетка. Да. 2400. На ламоде стоит сыворотка. У нее немножечко другой оттенок глаз. Скажите, а в чем разница с вечерним? Вот если у нас, по сути, смойки. Просто вместо коричневого у нас фиолетовый. Да. Яльки полет в тене. Это у нас уже спешл. Помните, я спрашивала, что вечерний столько... Вы говорите, да, вечерний вот столько. Да, вы просто спросили, сколько стоит вечерний. И я ответила. Все ссылки в закрепленном комментарии. Так, теперь лицо. А, клеим в углы, да? Референс. А есть у нас вот сверху вот эта синяя полосочка? Как-то на референсе. Там, видите, вот так сверху. А, все, я поняла. Дорогу ее, не проблема, дорисовать. Дорисуем. А что за клей? Мамлика. Длинные пучочки у нас или... Нет, короткие. А в углах нужны нам короткие? Они же вроде должны глаз удлинять. Подлиннее. Сейчас я добавлю длинные. На второй глаз также примерно два пучка клеим, да? Один короткий, один длинный. Да, комфортно глазуку. Непонятно, пока вы что держите. Клей хороший, он схватится быстро. Так, как по ощущениям? Да, нормально вроде. Добавить в полпятого уже. Давайте уже к двум часам время, ну, лицо сделаем и все. Пока тональный крем, вот такое название. Синт, то есть он, в принципе, не с сильным покрытием должен быть. Не с сильным покрытием. Цвет подходящий, да? Цвет подходящий под вашу кожу. Потихонечку вбиваем. Как бы даже размазываем, да? Сначала мы размазываем, а потом мы его будем вбивать в втором слое. Потому что он полупрозрачный, с сатиновым финишем. Как раз на это время года. Комфортно он является? Пока не понимаю. Вообще считается одним из самых комфортных. Комфортно? Он не окисляется в течение дня, держится стойко достаточно. Прям надо так вот сильное? Да, 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 прям прихлопывая, притаптывая. Иначе он не схватится? Нет, он схватится. Просто есть на носике немножечко урки, которые хочется прикрыть, разгладить. Своим лицо у вас мелкопористое, здесь на носике чуть-чуть у него шире. Второй слой. А зачем два, если у нас первый все перекрыл, в принципе? Нестолько стих. Если у нас был заявлен вечерный макияж, значит априори предприятие будет вечернее. То есть чем больше слоев, тем он более стойкий. Ну, больше двух слоев априори не рекомендуется делать, потому что на чужой будет эффект маски. Для контуринга берем шик. Такой оттеночек. Постепенно, да, такими штришками. Да, штришками тоже притаптываем, чтобы не было четкой линии. Сверху наносим. Это что? Beauty Drugs. Ну, хайлайтер или? А достаточно у нас коричневого, как думаете? Где коричневый? На щеках. А вот тут как будто немножко больше, а тут... А здесь свет так падает. Потому что я смотрю здесь прям хорошо. Я потом припудрю, я еще сухие добавлю, если где-то будет не хватать. А это что? Это хайлайтер мак. Кремовый, да? Да, чуть-чуть на носик хочу добавить. Вот такие румяна довольно... Ну, как фуксия, да, они в розовую? Да, в розовую, но они очень прозрачные. Они прям добавят свежести. И они по цвету аналога. Бэкстейдж. Видны их там? Да, да, да. Вам не видно? Прозрачненькие, да? Прозрачненькие, да. Просадеры бэкстейджа, они очень пигментированы. Еще немного добавим скульптора, потому что, когда рисуем румяна, то кисточка. А как вы понимаете, где именно скульптор на моем лице? В каком месте? Скуловая кость. И докуда вниз ведем? До середины. Откройте глаз и смотрите вперед. Да. И без ручка. А вниз? Это вперед. Ну, в смысле, вот так. А вниз? Ну, вам на лицо не требуется. Кого? Вниз. Добавляйте. Ну, может, в смысле... Это будет, скажем так, сильно утрировано тогда. Ну, вот, может, докуда-то вниз ведем? Вот, до середины получается. Это вперед, а вниз? Да. К уголку рта идем. Четко идем. То есть, от угола рта до куда должно быть? До мочки уха. До мочки уха. То есть, вот верхняя часть? Нет, вот до мочки уха и ее тоже мы прокрашиваем. Мочка это вот эта штучка, которая торчит. Да, вот эта. Соединяем вот так. Да, чтобы... А ниже не должно быть? Нет. То есть, вот отсюда соединяем вот так. Нет, вот сюда мы уже не ведем. Мы останавливаемся на середине лица. И с этой стороны также. От мочки. То есть, от середины уха, условно. От середины уха, да. И тушуем ни вниз, ни вверх. Давайте посмотрим у нас, как на референсе. Чтобы у нас просто не ошибиться. Здесь у нас вот такая вот сверху полосочка синяя. Соответственно, у меня ее нет, мы ее дорисуем. Для этого мы берем вот такой синий цвет. Должно получиться. Видите что-то? Просто вроде вот эта кисточка, она растушевочная, нет? Ну, она и рисует, ну, как. Я не... Просто вот тут посмотрите, насколько. Но здесь она сильно графична. Графична. Прям сильно графична. Ну, да. И у меня просто вопросы, сможем мы вот этой кисточкой... Вы прям ее очень графично хотите? Ну, я хочу как на референсе. Проще карандашом сейчас это добавить. А вот это, мне кажется, просто будет дымкой, все. Или вы специально дымку хотели? Как вам объяснить? Объясните. Сейчас я попробую сформулировать, погодите. Какая-то сложная мысль или что? Прям никак не выразиться. Сейчас, Лен, подождите. Не сбивайте, пожалуйста, сейчас, секунду. Не хочу показаться грубой, но хочется уже закончить работу. И мне очень. Берем синий карандаш теперь. Мы его сейчас тоже растушуем на кисточку. На кисточку. А я тем временем в закрытый чатик записываю кружочки в процессе макияжа, чтобы в режиме реального времени могли что-то дополнить и обсудить. Вы же регулярно делаете макияж? Нет, вообще не регулярно. Не регулярно? Вообще не регулярно. Это, наверное, первый макияж с нового клуба. Нет, второй. Второй? Ну, может, тогда сказать руководству, чтобы вас не ставили, ну, возможность убрать записи. Вы же понимаете, что, когда есть возможность заработать... Ну, если кроме... А вы будете браться? Зарабатываем. Да, но я не беру обычно сложный макияж. Я поступаю как? Если идет запрос, я прошу картинку. Все это вот все рассказывают, а я обычно вот так. А на мне это вообще не срабатывает. Никто картинку у меня не просит. Ну, я обычно в связи с жизнью выбираю. Поэтому мне нет смысла самой, потому что потом скажут, что цветов нет. Ну, вот видите, если бы я обсудила, да, что вы хотите, я бы, наверное, цвета, может быть, бы приобретала. Ну, цвета. Под один макияж смысла нет приобретать. Проще под вас подстроиться из того, что есть. В какой-то степени соглашусь. Ну, опять-таки, что если есть запрос. Такие вот получились глазки. Похожи на референс наш? Относительно. Относительно. Я бы сказала. Тут, видите, просто такой взлет как бы к виску. Ну, уголок не вниз, а немножко вверх. Поднимем немножечко, да? Нет, почему? Просто по графичам. Ну да, он вот как бы он тут приплюснутый, получается. Он не овальный к брови. Не повторяет как бы бровь. Он приплюснутый, а уголок сдернутый. Раз. Ну, вот уголок таки я хочу и убрать. Куда стереть? А какой у нас там уголок будет? Он будет повторять вот эту стрелочку. Не более того, то есть он не пойдет туда больше. Немножко усилим коррекцию с сухим скульптором. Не ж, не можно не увеличивать. Я практически иду по приводной линии. До уголка губ не доходим. А почему? Чтобы не выглядеть конечной. То есть уголки даже губки не закрашиваем. Буквально миллиметрик мы до них не доходим никогда. Это уже такая более гримовая история, что ли. Что добавляем? Пыли. Пыли? Пыли. А что дает она? Объем дает. А как вы думаете, реально при практике два раза в полгода как-то делать актуальный такой макияж, поддерживать умения? Ну, я еще раз повторяю. Я здесь работаю парикмахером. Я здесь не заявлена как визажиста. Как я делаю? Ну, вот когда я выбираю зафиксацию на макияж, он вас предложил. Ну, вот так совпало. Думаю, это не урок. Ну, а вообще, как думаете, можно при такой практике два раза в полгода поддерживать навык на хорошую макияж? На клиентах? Да. Навык он никуда не девается? Не девается. То есть тогда и нормально получается быть вам заявленной как визажиста, потому что навык у вас есть. Ну, навык есть. Другой вопрос. Я не делаю сложные макияжи. Я делаю ньют. То есть я максимум, если сложных, сделаю, ну, такой... А вечерний? Это же не ньют, это дневной. А вы именно стоите на вечернем макияже. Вечерний я могу сделать смоки. Ну, вот такие сложные макияжи, я, как правило, всегда отказываю. Отказывайте. Конечно, у нас есть визажистка, кто это рисует. Но со мной согласились сделать. А я не знала, что вы... Ну, что я отказываюсь вам. Да, это по времени дольше, потому что есть нюансы. Готово, да? Можно идти. Так, ушло у нас 2 часа 15 минут чистыми. Хайлатор? Нет, это финишная прозрачная пудра. Матовая? Да. В том числе по хайлатору проводим. Да, по всему, потому что мы прозрачные. Готово. Да, спасибо. Вам спасибо. Идем уплачивать. У вас карты оплаты, да? Да, карты. А скажите, у вас одинаково макияж стоит у всех, кто его делает? Или... Ну, мне сказали, что есть как бы визажисты, которые только макияжи делают. У нас есть топ визажисты. У них другая стоимость. Топ визажисты? А они только макияжи делают? Да. Только стоимость? Они исключительно подзаркет. Да, подзаркет. Так как они со звездами работают. Да, вы что? Да. 6 тысяч, да, стоят? Обычный макияж. А вот, хотя есть еще даже дороже. Значит, есть тут у нас визаж. И макияж от визажиста 6 тысяч. А вечерний макияж, это который делает парикмахер. Ну, да. Понятно. Барсианна сказала, что у нее, ну, в практике вот она за полгода второй раз делает. Оксана? Ну, у нее раз на раз не приходится, то есть. Ну, она позиционируется как мастер-стенист. Он может и укладку сделать, может и макияж одновременно сделать. Да. Ну, как правило, она все-таки мастер-стилист у нас. И если клиент хочет, чтобы ему сделали полный образ, соответственно, она оказывает такую услугу, что им вносено в онлайн запись. И администраторы могут предложить визаж от нее. Потому что другие мастера, допустим, не располагают такой функции, как макияж. И просто делают окрашивание, стрижки, обычные услуги. А Оксана обиционирует себя уже как стилист, соответственно, она... Полный образ. Да, может собрать полный образ. В том году приходила невеста, где она полностью собирала, укладку делала. И можно в Инстаграме посмотреть. У нее действительно там есть эта работа, где она сделала прям в платье. Все довольны, да? И все довольны, да. У нее красивая укладка, красивый макияж. Мы все отфотографировали. Прекрасная невеста была очень довольна. Ну, а мне как идет, как думаете? Прекрасно. Мне очень нравится. С вашим образом вы очень яркая. Цвета все соблюдены, мне кажется, идеально. Они темно, очень красиво. Ваш образ. Синий топ, яркие волосы, синие тени. Ну, потрясающе. На самом деле, очень красиво. Вы гармонируете. Вы очень красиво. Ну, да, я имела макияж сам по себе. Не так, как он под кофту подходит. Но в целом образ, да, ваш очень вливает. А если мы на референс посмотрим и сравним. Похоже? Ну, похоже там ярче. Там ярче, да, свет. А так, да, очень похоже. Похоже. Ну, в общем, все супер, да? Ну, вам очень хорошо идет и цвет потрясающий. Спасибо. Я просто обычно... У салонов просто есть такая практика. Давайте я получу некоторых, что они мастера, который как бы не специалист. И когда так садишься к нему на услугу, он все дорогу тебе говорит, что это вообще-то не его основная функция. Там, если попросили, он сделает. Но при этом стоит это как полноценная услуга у визажиста, ну, по Москве. И тогда у меня вопросы. Ну, мне кажется, надо либо так оказывать, чтобы прям все супер было. И не было ощущения, что, ну, у мастера, у самого, что, ой, вообще-то я тут как бы и не тем-то занимаюсь. Или снижать тогда как-то ценник до адекватного. Ценник образуется от разных, да, интерпретаций таких. Допустим, на каких материалах работает мастер? Потому что если есть МОСМАРТ, если это, допустим, не люкс косметика, то, возможно, будет цена ниже, да? А если, допустим, мастер, она же работает исключительно на люкс косметики, то, соответственно, как и материал, краска дорогая, да, соответственно, цена больше. И люкс косметика материала за лицом, что, допустим, не даст никакого эффекта, может, аллергия какая-то возникнуть, да, на фоне МОСМАРТа. А если люкс косметика предполагает, что это гипоэллергенная, да, соответственно, ценник. И от этого исходит ценная категория, как бы все просчитано. Ну, что, допустим, в случае Оксаны, это действительно так и есть. Она на основе люкс косметики работает, и я думаю, что вы прочувствовали это, и мы можем смело записывать клиентов, и ни в коем случае, ну, как бы, ценник будет ниже. Ладно, я вас поняла. Хорошо, спасибо. Спасибо вам. Чуть не сказала мы, поросята. Нет, конечно же, котики, в общем. Ну, делаем выводы, что первое, классно, что мастер, визажист, увлечена косметикой, макияжем. У нее есть бэкграунд с какой-то довольно длинной, насыщенной практикой, как я поняла, потому что потом я уже выключила камеру, мне администратор сказал, что мастер делом макияжа 20 лет. Ну, и типа, в последнее время несколько пореже. Это, конечно, ну, чувствуется, в принципе, когда человек первый раз там красит, второй, третий, и когда он уже долго имеет с этим идеал. Это плюс. То, что у нее много косметоза тоже, ну, причем, знаете, как бы, насильно ты столько не купишь, особенно с таким количеством практики, стремящейся к нулю. Ну, то есть она, как сказала, покупает для себя, у нее такая страсть. При этом, получается, два макияжа за полгода и, ну, огромные кейсы, при том, что она, говорит, она осенью все обновила. То есть она еще это как-то и докупает, и, видимо, старенькая выбрасывает. Это тоже классно. Минус. Да, в большом количестве косметики есть и минус. Кто бы мог подумать? Это то, что ей хочется все на тебе использовать. И это сводится к тому, что два с лишним часа, 2.15, ну, даже там чуть-чуть побольше, мы просто по очереди все эти продукты на меня красим. При том, что, ну, прямо скажем, большая часть, она никому кроме нее незаметна. То есть мы, ну, красим, ну, красим, ну, красим, ну, красим, ну, красим, ну, ну, короче, долго. Вот. А основная моя претензия, ненавижу, когда мы очень долго сидим. И я думаю, это правда, прям, когда реально сложный графический макияж, что там что-то вырисовывают. Но прямо скажем, вот эту синюю загогулину сверху мы сделали за три минуты последних. А два часа, сколько там, 12 минут мы сделали все остальное. И полтора часа или сколько там, час, мы делали синие уголки. Ну, то есть очень долго, и надо как-то адекватно распределять время. Потому что есть такие мастера, которые вот им, ну, им в кайф работать. Ну, наконец-то хоть кто-то пришел ко мне на макияж. И они вообще не думают, что, ну, клиенты там тоже свои задачи. То, что это тяжело, ты устаешь просто на жопе сидеть, не двигаться. И уже потом ничего не надо, и все бесит, раздражает. Ну, просто вот это, ну, ты смотришь в одну точку, не пройтись, ничего. Полу вот это запрокинутая шея и так далее. Короче, я думаю, что для нашего референса, ну, для результата, который получился с учетом Синие Загулина в последнюю минуту, два часа, 15 минут это очень много. То есть надо прям смотреть на часы и, ну, как-то на каждый этап выделять какое-то количество времени. Потому что это, конечно, жесть. Ну, в общем, да, то, что такой же диссонанс, я его, наверное, оставлю на ваш суд. Между тем, что, как бы мы хотим денежек, это понятно, все хотят, но и тем, что за конкретную услугу, на конкретные услуги у нас не очень много практики в последнее время. Что мы делаем только, ну, относительно простые макияжи. Как она сказала, я делаю нюд, но вы же там, как бы на вечерний макияж распределены. Потом оказалось, что кроме нее, из мастеров, которые работают в салоне, вообще никто не делает. То есть это, как бы, не совсем правда. То, что это, возможно, не так востребовано, да, но в целом только она из стилистов занимается макияжем. И потом администратор мне вот так доказывала, что, ну, все оправдано. То есть я уже потом камеру выключила, и она мне доказывала, что, ну, я говорю, как же, вот два раза в полгода делать макияж, при этом у вас такой ценник, и, извините, но это, типа, не центр Москвы, да, там для, ну, какой-то дорогой локации, возможно, это бы, ну, как бы, средняя цена. Но с учетом, что это мыть ищи, то есть это за МКАДом, то и ехать надо и так далее, спальный район. 4 тысячи это уже, ну, как бы, так более существенно. И уже, конечно, хочется, чтобы специалист был специалистом, ну, чтобы, ну, как бы, она этот навык оттачивала. Либо у нее там какое-то обучение за спиной конкретно не 100-летней давности. Потому что, ну, все это влияет. Но, как бы, здесь такая большая концепция, то, что навык не пропьешь, если он есть, то никуда не денется, даже если ты перестал практиковаться. Но правда в том, что он чаще всего, как бы, ест для незаметных макияжей. Поэтому, когда мы не делали вот эту синюю загогулину, он смотрелся, ну, как бы, симпатичнее. Потому что его особо не видно было. Но это же не смысл макияжа, да, это не то, ради чего обычно приходят клиенты. Макияж, который незаметно. Мне кажется, что все-таки это, ну, должно быть такое, что не стыдно показать людям. То есть это, ну, проявленный навык визажиста. Он должен быть достаточно хорош, чтобы он тебя украшал. Вот так вот. Ну вот, в общем, здесь, знаете, это как тонкая грань. Потому что, да, с одной стороны, я согласна, что он там докупает косметику. Как она сказала, что это в основном для себя она делает, да. То есть у нее вообще не будет клиентов, она будет ее покупать, она самокрасится, всем этим пользуется. Но, конечно, мне, как клиенту, хочется понимать, что если услуга представлена, то она там хороша, она в практике, она отточена. Она предполагает какой-то диапазон сложности, а не только самое простое, незаметное. Но в целом, я бы сказала, что это довольно симпатичненько. Как думаете? Ну да, он немножечко такой, возможно, взрослит меня. Но в целом, вообще, яркие макияжи, они, в общем-то, добавляют годиков кому угодно. То есть это такой сложный нюанс, особенно, вот видите, внутренний уголок у нас затемнен. И здесь не тоненькая такая линия, а довольно жирная. И она тоже не может утяжелять взгляд. То есть бывает уголок, он такой кошачий, тонюсенький, а у нас, видите, такой колбасный немножечко. Ну, то есть мы там, потому что проходить и такой подводкой, и такой. И, в общем, он акцентирует как бы на этой зоне внимание. И тоже глаза такие более скучкованные получаются. Ну, это, в общем, сложно достаточно реализовать, чтобы выглядело легко. По скульптурированию, мне кажется, можно выше поднимать. То есть я прям подзачистила бы все, что реально ниже. Примерно, не знаю. Вот так вот. И все внизу я бы убрала для того, чтобы он не опускал скулу, наш скульптор. Ну, то есть, мне кажется, он широковат, хотя мы немножечко его в конце почистили. После моего вопроса не широкая линия. Но в целом приятненько, достаточно места. И, наверное, если это не притязательно к макияжу, то получается вполне прикольно. Ну, атмосфера такая. Знаете, то, что человек любит работу, это всегда с ним контактировать приятнее, чем когда он быстрее делает на отвале. А вот с тем, что она вот эти ее сокровища, она достает поочередно. И того, чуть-чуть и того. И вот она видит эти нюансики, как мы там немножечко больше розового такого-такого. Все это как бы для нее очень существенно. Я думала, может быть, мне надо было в самом начале. Помните, когда мне нанесли ультра-рыжий оттенок во внутренний уголок? И, ну, мне так казалось, ну, все очень кринжово. То есть, это прям сильно-сильно затемняет вот этот внутренний угол. И уже, получается, как бы углубляет переносицу, потому что, ну, опять же, затемнение. И делает ее немножко болезненно. То есть, она такая рыжая, как будто бы, ну, вот, знаете, как будто кожа просвечивает. И там вот какие-то вены не очень здоровые. Оно вот так вот выглядит. У меня вопрос. Если бы я не сказала, что это выглядит не очень, мы бы это не смывали, как думаете? Возможно, в следующий раз мне надо держать язык с зубами, а не слишком направлять мастера. Но тогда просто будут вопросы, когда в конце как вывалю список своих претензий. Мне скажут, да что ты молчала, да? Ну, мастер сказал, что вы мне не сказали? То есть, тоже такой момент, который можно обсудить. В общем, пишите, что вы думаете. А дали бы вы за этот макияж 4 тысячи рублей? Как вам все происходящее? Огромное спасибо всем, кто поставит пальчик вверх. Если с вами случаются какие-то истории, направляйте в мой телеграм-канал. Ссылка есть в описании, в трэш-ботик. И я у себя размещаю. Желательно максимально развернуто, опишите, и мы вам поможем, советиком поддержим. Но если вы не правы, конечно, вы тоже об этом узнаете. Я вас обнимаю. Целую. Всем пока-пока.